В ожидании. Я хотела спросить, среди присутствующих есть ли кто-то, кто так или иначе интересовался народной вышивкой, кружевом, какими-то промыслами? Может быть, вы видели набойку, как делают. Здравствуйте. Я знаю, есть один человек, который занимается принтами и творчеством. По народной вышивке, по строчевой вышивке что-нибудь встречалось вам, чтобы нам с Анной Ярославной в своем выступлении скомбинировать и как-то понять? Есть кто-нибудь? Поднимите руки, пожалуйста. Нет, совсем нет. Сегодня мы будем говорить не только о ценности народных промыслов, постараемся рассказать, как их можно интерпретировать, как их можно использовать в нашей работе, в работе декораторов, но и в том числе обратим внимание на какие-то особенности. В принципе, у нас с Анной Ярославной большая задумка, такая очень глобальная. При поддержке Московской торговой палаты уже была поездка в Иваново этим летом. Анна Ярославной ездила. Прошлым летом. Что касается использования тех или иных народных промыслов, очень удачный пример мы сегодня будем его показывать. Сейчас я могу сказать, что с точки зрения государства, безусловно, любой народный промысел, как он появился изначально? Он появился для дохода, для того, чтобы жителей определенной области обеспечить регулярным стабильным доходом достаточно большим. Соответственно, сейчас задача государства такая же. Любой народный промысел, если он полностью на 100% субсидируется государством, эта история такая себе. Поэтому промысел рано или поздно начинает хереть. Мастерицы, естественно, они все возрастные. То есть всем мастерицам, ну так 50 плюс хорошо. Я бы сказала 60 плюс. Ну, это я так, скажем, более радужная версия. Я все-таки оптимист. И если не будет государственной поддержки, а ее вот прямо по щелчку пальца в ближайшем времени не будет, у нас осталось буквально с вами лет 10. Для того, чтобы те мастерицы, которые сейчас есть, они еще были в разуме, давайте смотреть на вещи реально. Да, и чтобы они могли еще имели, не утратили способность передать те навыки и то мастерство, эти знания, которыми они обладают. Я дополню Наталью Михайловну. За последние 100 лет в России исчезли порядка 100 народных промыслов. Совсем недавно был в частные руки передан совершенно убыточное предприятие «Халуйская строчка», «Халуйская вышивка». Это тоже Ивановская область, село Халуй. Ну вот теперь это предприятие находится, эта мануфактура находится в частных руках. И мне хочется верить в то, что она все-таки как-то воспрянет и будет развиваться, найдет какие-то новые векторы. Сейчас они делают салфетки, скатерти, какие-то там дорожки. Ну и адаптируют каким-то образом свои художественные эскизы к новым веяниям и станут актуальными. К чему вся эта душесчипательная история? К тому же, если, дорогие мои, вы каким-то образом пересеклись с мастерами, которые продолжают традиционную, будь то вышивку, будь то кружевоплетение, будь то керамика, ковроткачество, проявите внимание и фантазию к таким мастерам. Их действительно остались единицы. Кайтакская вышивка выжила, буквально мы сегодня будем вам показывать о ней, ну вот буквально два человека. Два человека плюс два сумасшедших, которые туда приехали, им очень понравилось, спасли кайтакскую вышивку. В чем нюанс этой кайтакской вышивки? То, что она до нас не сохранилась в большом объеме. Интрига, интрига. Интрига, да. Почему? Расскажем, да, я буду интриганкой. Расскажем в процессе. Поэтому, вот проходя мимо, не проходите, пожалуйста, мимо. Это такой крик души. Про кайтакскую вышивку. Значит, эта вышивка известна во всем мире, кроме как в нашей стране. Работы мастериц продаются на Сотбис. И это очень красивые, очень такие изысканные работы. Но, к сожалению, в нашей стране практически никто про это ничего не знает. Что касается… Нам тут показывают, что нам как-то в кадр надо войти, чтобы мы… Но нам надо будет как-то так встать, чтобы мы видели свою презентацию. Давай вот так вот рядышком встанем и будете на нас вместе смотреть. С вместе микрофонами. Я думаю, что публике собралось достаточное количество для того, чтобы не было обидно тем, кто опоздает. Можно, да, дайте мне кликер, пожалуйста. Можно уже начинать. Я думаю, что нам лучше на самом деле с той стороны встать. Да? Да. Давайте. Мы как два братца-близнеца ходим вокруг стола. Боком, боком. Кстати, по поводу кружева, Елецкого или Крестецкой листрочки. Это все абсолютно органично может быть интегрировано и в фэшн-историю. Я правильно понимаю, что вы в основном все-таки все занимаетесь именно этим направлением? Нет? Расскажите, вы чем? Текстиль для дома. А кто фэшн? Есть у нас и смешанные представители смешанных творческих профессий. Что касается фэшн, мы будем отдельно останавливаться. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, задавайте. Мы будем в ходе отвечать на них. Ну, так как нас немного, то мы можем в принципе в режиме каком-то интерактивном вопрос-ответ, которые возникают по ходу нашего повествования. Я хочу вас познакомить с Анной Ярославной, Похлебина Анна, руководитель компании Matilda Project, Matilda Workshop, мастерская Matilda Скамейкиной, практикующий декоратор, член Совета председателя Союза текстильных дизайнеров и декораторов, член экспертного совета премии текстильных декораторов 2023 года. На премии участвуйте обязательно всем. Ждем вас в этом году. И участник российских и международных выставок. От себя скажу, что у Анны собрался потрясающий коллектив. У нее есть свой цех. Цех как по пошиву, так и обивочный. Ну не цех, маленькая мастерская. Хороший, полноценный цех, где вам могут сделать хорошими, правильными, талантливыми руками практически воплотить в жизнь все ваши идеи и задумки. Это будет не быстро, это будет не дешево. Все, как мы любим. И я хочу сказать, что тот подход, который Анна проецирует на своих сотрудников, мне он очень импонирует. И я желаю вам всем иметь такой же дружный коллектив. Наталья Михайловна всегда меня хвалит. Теперь немножко Наталья Михайловна. Наталья Зорина. Декоратор, искусствовед, руководитель текстильной… А, уже вот так, да? У Натальи Михайловны еще своя мастерская, бюро Диспрум. Но сейчас Наталья Михайловна еще у нас руководитель текстильного отдела интерьерного текстиля в салоне краски, который находится на улице Тимура Фрунзе. Член Совета председателей СТДД, член Московского союза дизайнеров, член жюри премии текстильных декораторов 2022 и 2023 года, а также автор многочисленных обучающих курсов на платформе Виллис. Тоже, если вам будет интересно, хорошая площадка, там много всяких обучающих историй, поэтому зайдите, не ленитесь, посмотрите, может быть, кому-то что-то пригодится. Я могу сказать, что мы собрали на площадке действительно много интересных историй и про ткани, и про обучение. Но и в принципе всегда вы можете мне написать в один из аккаунтов, задать какой-то вопрос. Я человек такой фанатичный, любящий ткани, собирающий большую библиотеку по ткани, и обязательно постараюсь вам ответить. Настоящих буйных мало. Да, есть такое. Собственно, народные промыслы, зачем нам это? О чем мы сегодня будем говорить? Тот опыт многовековый, накопленный поколениями, которые в себе собрали народные промыслы, он позволяет нам построить ту самую базу для дальнейшего развития. Развития как промышленности, так и личности человека. И сегодня мы будем говорить в том числе о том, как представлять изделия, основанные на том самом национальном коде, который легко узнаваем. На выставке «Хайм Текстиль» в 2021 году, это была первая тренд-зона, организованная выставкой, я с коллегами предоставила такую комнату, которая называлась «Алхимия». Комната представляла собой такую кухню-столовую, большой стол, много растений, много каких-то предметов. Переходим. Много предметов бытовых каких-то. Была там ваза с морковкой. Ну, не суть. Что важно, что иностранцы эту комнату не поняли. А вот все русские эту комнату поняли и оценили. В комнате было задействовано несколько наших, ну, таких кодов исторических. Ну, кодов — это, наверное, громко сказано, привычек. Мы много вопросов решаем на кухне. Мы много вопросов решаем за большим семейным столом. Это у нас в корнях. И, в принципе, никому из нас, наверное, не будет обидно, если его пригласят, когда он приходит в гости, на кухню. Это нормально, потому что на кухне происходят самые задушевные разговоры, самые такие откровенные беседы. И вот все вот эти вот моменты, они зашифрованы в нашем культурном коде, в наших привычках о том, что если надо объяснять, то не надо объяснять в принципе. Я немножко дополню, что, безусловно, конечно же, так называемый менталитет и, как это правильно сказать, привычки, привычки, да, национальные особенности, привычки, это тоже, собственно говоря, является составляющим культурного кода. Если вернуться к тому, что я там по образованию искусствовед, да, и более официально представить, что такое культурный код, его составляющие константы, это то, что неизменно, то, что вот оно как есть, так и сформировано. Территория, климат, да, оно как нам дано, так и есть. Социальная жизнь, общественное сознание, тип национального мышления и поведения. Причем все эти факторы сформированы зачастую на каких-то привычках у нас, нашей цивилизации, вот такой вот, когда мы живем с вами в домах, там, с водопроводом, со всеми удобствами, 100 лет. Вся история, которая была до, насчитывает тысячелетия. И, конечно, эти тысячелетия в нас кровью намного сильнее, чем вот эта припорошенная 100-летним пребыванием в комфортных условиях какая-то среда. Факторы влияния переменные, которые на нас действуют время от времени, это философия. Согласитесь, философские направления меняются. Это литература. Трактовка меняется. Ну, трактовка, да, так или иначе. Визуальная эстетика. Визуальная эстетика, может быть, она может меняться каждый год. Искусство. Искусство, основанное на культурных кодах, тем не менее меняется. Посмотрите, как за эти 100 лет поменялось искусство. От слома классики работы 20-х, 10-х годов, это был совершенно взрыв, это была революция. Сейчас мы на эти работы ходим в музей смотреть и показываем детям. Вот, посмотри, как рисовали раньше. Да, но большое развитие получили так называемые субкультуры. И это тоже очень важно, потому что новое лояльное восприятие ответвлений и той же самой классики, это и есть основополагающая такая основа для развития тех самых субкультур. Я скажу, в принципе, откуда появляется лояльность. Если вся предыдущая культура была основана на выживании. Много детей для того, чтобы продолжился род, потому что не все доживут до полувозрелого возраста. Определенные привычки, сезонность, вставать надо рано. Это тоже, чтобы, в принципе, выжить. Сейчас мы не в таких жестких условиях. И лояльность общества к каким-то привычкам, к каким-то поведенческим факторам обусловлена тем, что мы живем в более комфортных условиях, и нам действительно во многом не надо выживать. Итак, закончу. Религия, идеология, государство. Как мы видим, это тоже те направления, которые могут меняться и часто меняются кардинально противоположно. Еще немножко о национальных традициях, о климатических условиях и, собственно говоря, откуда рождаются эти традиции. Откуда, например, пример яркий кавказского гостеприимства. Потому что если ты не пустил ночью на ночлег человека, странствующего к себе в дом, он может умереть, потому что это очень сложные климатические условия. Поэтому, собственно говоря, всегда гость у места. Почему в Дагестане так, вообще на Кавказе распространены ковры? Это не потому, что это роскошь, а потому что это средство сохранения тепла в доме. Поэтому, собственно говоря, это одни из немногих примеров, которые отвечают на вопрос как раз климатических условий и национальных особенностей. Ну, кстати, те самые ковры в квартирах наших бабушек, на минуточку, многие жили в панельных домах. Это тоже, чтобы соседи не слышали. Во-первых, это хорошая шумоизоляция. Во-вторых, это тоже сохранение тепла, потому что теплоизоляция была не очень хорошая не во всех домах. Итак, из чего формируется стиль? Есть четыре основных фактора. Это тот самый культурный код, который мы с вами разобрали. Это узнаваемые визуальные приемы. Что для нас три цвета, таких анахронизма, которые мы всегда узнаем, когда мы понимаем, о чем говорят эти цвета. Это красный, черный и белый. Синий цвет появился в веке так в 15-16 в обиходе широком. Позже, чем красный, белый, черный появился, желтый, зеленый, синий самый последний. Поддержка предпринимателей государством. Это тоже немаловажный фактор. Благоприятные экономические условия и те самые мировые тренды, которые меняются, о которых очень много я рассказываю, от макротрендов до трендов сиюминутных. Так, прошу прощения. Здесь будет список того, о чем мы будем с вами говорить. Я пытаюсь его вам переключить. Ну, не суть. Начинаем мы сегодня с крестецкой строчки. Как раз, вот, да, спасибо за переключение. Крестецкая строчка, елецкое кружево, кадамский венис, кайтакская вышивка. Мои любимые златошвейные мастерские. И о торжке я сегодня тоже будем говорить. И бисерная вышивка малочисленных народов Крайнего Севера вам на десерт. На самом деле о каждой этой теме можно говорить, конечно, очень-очень долго. Но поскольку мы зажаты в рамке тайминга, мы постараемся ярко и быстро. Я попрошу мне помочь. Переключите, пожалуйста, на первый слайд крестецкой строчки. Почему-то перескакивает. Итак, здесь перед вами история создания крестецкой строчки. Я не буду вас утомлять такими длинными подробностями. Скажу главное. Расположение. Что такое вообще строчевая вышивка? Откуда она появилась? Строчевая вышивка есть в каждом регионе. Есть старусская строчевая вышивка, нижегородская, крестецкая еще она называется. По каждому практически региону есть строчевая вышивка, которая немножко отличается от региона к региону. Чем? Вообще сам процесс, как он делается. Чуть дальше покажу. На фотографиях выдергиваются ниточки из единого полотна. И через определенное количество нитей делается вышивка. Таким образом она строится. То есть есть вышивка крестом, а есть вышивка, основанная на нитях полотна. Таким образом у вас в качестве основы является совершенно любое полотно, на котором вы планируете сделать свое изделие. Крестецкая строчка была, в чем ее отличительная особенность, она была очень на тонких тканях. Большое количество нитей на сантиметр переплетения была отличительной особенностью. Тонкие нити, сильно крученные, позволяли достигать полотен практически таких, как кружево. И мастерицы крестецкой строчки на самом деле работали они не очень долго. То есть лет уже в 40 они не могли работать, потому что зрение очень сильно садилось. Мастериц, которые идеально четким движением пронижут ткань на нужное количество нитей и сделают эту вышивку, нужна такая твердая рука. Кроме того, удивительный художественный вкус мастеров это тоже одна отличительная особенность. Крестецкая строчка умирала на период 2000-х годов. Аня, расскажи, пожалуйста, как она восстановилась. В 2014 году предприятие объявляется банкротом с миллионными долгами. Это предприятие покупает семейная пара Антона и Александра Георгиевы. И они за два года реконструируют старинное помещение, переоснащают полностью оборудованием, производственный цех, собирают по крупицам всех тех старых мастериц, которые были растеряны в период, собственно говоря, уже такого затухания этой фабрики. Уговаривают этих бабулек вернуться, создают школу, куда приходят молодые ученицы. И, собственно говоря, возрождают это предприятие. Сейчас на Крестецкой строчке работает 99 человек, включая, собственно говоря, не только 46 мастериц. И, соответственно, там бухгалтерия, менеджмент, управленческая. Они имеют большой хороший магазин в Санкт-Петербурге. Бутик, я бы сказала. Магазин роскошный. Будете зайдите. Они планировали открыть бутик у нас в Москве на Патриках. Но пока, к сожалению, этот план не реализовался. В общем, компания, она стала такая очень чистенькая, беленькая, сытенькая. Мы были там, мы были на производстве, мы наблюдали весь этот производственный процесс. Но, конечно же, когда ты видишь это все глазами, ты понимаешь, из чего складывается вся эта стоимость. Во-первых, конечно, это мастерицы с определенным психотипом. Это люди, склонные к монотонному труду. И вот они бесконечно на этих швейных машинках, в пяльцах делают одну и ту же работу. И я еще хочу обратить ваше внимание на то, что на производстве есть очень серьезная АТК. Там, значит, такая женщина возрастная, очень строгая. И забракованное изделие, оно не подлежит переделке. Его невозможно переделать. То есть если появился брак, то это изделие, все, оно уже никуда не идет, оно подлежит уничтожению. И, собственно говоря, надо делать заново. Настолько ответственный, настолько трепетный процесс производства этой крестецкой строчки, крестецкой вышивки. Собственно, здесь на фотографиях показано. Вот, смотрите, сама ткань, запяленная в пяльце. Здесь показан ряд машин, которые работают по перфокартам. Это такой вариант универсальный. Дальше я покажу ручную вышивку. Здесь машина, которая работает уже вручную. Вот эти вот все стежки, они сделаны не по перфокарте. Мастерица передвигает заправленную в пяльце ткань руками. Право-влево, вперед-назад. И вот так вот с 10 часов до 5. С 8 до 5. Хочу сказать, что любая мастерская имеет свою лабораторию для исследований. И данная мастерская не исключение. В Питере экспериментальный цех находится, экспериментальная лаборатория. Собственно говоря, Александра Георгиева на момент приобретения этой фабрики она уже была дизайнером. И сейчас она является автором всех коллекций, которые выпускает крестецкая строчка. Вот таким образом делается заготовка. То, что я вам говорила про полотно. Вот закройщик. Человек, который просто на глаз. Идеально точно. Кроит изделия. Но глаз уже наметан абсолютно ровно. Острозаточенными ножницами полотно они закупают в Узбекистане, насколько я помню. Видите, здесь вырезаются такие квадратики. Идеально по ниточке. То есть само полотно должно быть ровным. И глазомер, конечно, рещется. То есть если она обрезала тут какие-то лишние ниточки, не факт, что пройдет ОТК, не факт, что из такого можно будет вышить. И в дальнейшем вот сидит уже мастер за машинкой. И она через эти нити нанизывает уже саму вышивку. Вот, пожалуйста, вам примеры образца готовы. То есть это не пришитое кружево. Оно выткано на основе, продернуты ниточки. Здесь примеры показаны старые. Вот вы видите ярлычок. Сколько здесь цена? Здесь на ярлычке нет, но там что-то там. Рубль, два рубля, три рубля. Цены немаленькие. И были тоже в Советском Союзе. Это примеры вышивки. Здесь вот в центре примеры вышивки старой, еще советского периода. Здесь вот уже вышивка поновее. Она стала крупнее. И периодически более ажурные какие-то варианты встречаются. И надо отметить, что, несмотря на то, что вроде как стандартизированная достаточно история, есть определенный рисунок, который выполняют мастерицы. У каждой мастерицы свой авторский почерк. То есть так, как кладется стежок, каким настилом. Безусловно, своя рука владыка. И это очень узнаваемо. То есть девочки в своем трудовом коллективе понимают, что вот это сделала Наташа, а вот это сделала Марина. Отдельное уважение для вот этой замечательной женщины. Я обратила внимание, ткань, лен в качестве основы используется. И вот все салфетки, вы видите, как выведены идеальные углы. Я обратила на это внимание, потому что лен, в принципе, достаточно тяжело отглаживается. Если где-то его помяли или он куда-то в сторону пошел, обратите внимание на утюг. Утюг весит 8 килограмм. И одной, правой в данном случае, вот эта прекрасная дама целый день гладит. Я спрашивала, когда мы подошли, я говорю, а вы при подходах руку меняете с правой на лево? Нет, говорит, я все одной. Этот утюг, он нереально тяжелый. И, конечно, вот этот вес плюс нагрев утюга позволяет добиться вот этих идеально ровных уголков. То есть на производстве не применяются никакие суперсовременные утюжильные системы. Все делается вот этими старинными утюгами. И мы спросили у утюжищицы, скажите, пожалуйста, возможно вообще карьерный рост на вашем производстве? Она сказала, нет, я пришла утюжищице, утюжищице и умру. Здесь представлены готовые изделия, те, которые продаются как в магазине, при фабрике, так и в бутике. Для того, чтобы вы понимали ценнообразование, набор таких салфеток, насколько я помню, 4 салфетки стоили в районе 5 тысяч. Вышивкой здесь сделано вот такой вот небольшой какой-то элемент плюс мережка по краю, по периметру. Но это очень небольшой объем вышивки. Вот платье, которое висело с вышитой грудкой, две такие полосы и небольшая вышивка на воротнике. Это платье стоило 85 тысяч рублей, потому что там работы очень-очень много. Опять же, когда вы видите, как это все производится, сколько труда и какого количества людей труда вложено в этот продукт, вы понимаете, что это не может стоить дорого. Идея того, что все, что сделано руками, это должно быть дешево? Нет, это должно быть очень дорого, потому что это неимоверный труд. Это высочайшая квалификация, наработанная годами. Это удивительное мастерство, которое, спасибо большое этим добрым людям, Антону и Александре, которое сохранилось и приумножается в нынешних реалиях. Собственно, как можно использовать крестецкую строчку в своих работах? Кроме того, что можно приобрести уже готовые комплекты, вы можете разместить свой заказ. Та самая экспериментальная лаборатория, о которой мы говорили, рассмотрит ваш эскиз, сделает ему оценку по количеству часов, которые требуются для изготовления этого объекта, этой работы, и даст вам резюме, что ваша работа будет стоить столько-то, сделана она будет за такой-то период, что все очень четко, все очень прозрачно. Потому что есть нюанс работы с мастерами, когда ты даешь свой эскиз, и месяца через два надо еще пять раз спросить. Если повезет. Да, а что же все-таки с моим эскизом? Здесь работа отлажена, и я спросила, сколько мастериц работают в цехах. Вот непосредственно на территории фабрики работают всего 100 мастеров. Нет, нет, 46. 46? 99 человек — это общий состав компании. И больше они не планируют увеличивать, потому что очень разумно объем продаж соответствует объему мастериц. Вот насколько мы реализуем наше производство, столько мастеров и задействуют. То есть вы должны тоже понимать, что как только такие мануфактуры начинают масштабироваться, первое, что страдает, это уникальность и качество продукта. Поэтому это не может быть никогда масс-маркетом, это может быть только вот такими уникальными, небольшими, хотя, в общем, 46 мастериц — это большое достаточно производство. Поэтому, но опять же, они могут сохраниться таким форматом. Прекрасный раздел про елецкое кружево. На самом деле история елецкого кружева, как видите, началась аж с 1801 года. И, в принципе, история кружевоплетения, если вы начнете смотреть какие-то статьи и ресурсы, научные рефераты, то 1800-е годы — это такой вот всплеск, всплеск интереса. Он, конечно, связан с очень активным проникновением французской культуры в русское общество. Все прекрасные французские кружева, которые привозили модницы, привозили торговые представители, очень хотелось иметь у себя и резонное решение государства об организации собственного производства по тем или иным видам такой вот качества промышленности. И, конечно, знаменитая выставка начала века 27-го года Париж, 27-го, 5-го года парижские выставки. Я хочу сказать, что наши ремесленные мастерские очень часто занимали на ней гран-при. Будь то набивные платки, будь то елецкое кружево, и когда, будь то парфюмерия на самом деле, вот буквально вчера я слушала очень интересное интервью по поводу наших парфюмерных фабрик, которые, если я не вру, в 7-м или 5-м году получили гран-профюмерная российская фабрика гран-при на выставке в Париже, дабы французы не морщили нос. Что касается рисунка кружева Елецкого, в рисунке спрятана целая история. Это как история с коврами. Причем каждая кружевница имеет свой язык, своими символами. Она рассказывает в кружеве какую-то свою историю. Будь то кружево для младенца, будь то кружево, которое готовится в свадебный подарок. И то, как плетет, мы говорили про елецкую строчку, строчевую, вышивку. Вроде бы там похожи орнаменты, но елецкое кружево особенно отличается. Кружево — это целая история. Это такая сказка, немножко с элементами были. Что касается развития кружевого плетения, в Ельце-Липецкая область здесь поспособствовала, с чего я начала рассказ «Неурожай в округе». И жителям нужно было каким-то образом пополнять семейный бюджет, вообще выживать, попросту говоря. Пополнять семейный бюджет, и они как раз решили заняться кружевом. Что касается самого начала, первое плетение гарус — шерстяной шнур для отделки солдатских мундиров. Такой достаточно грубый, брутальный шнур. С этого просто начали. Потом поняли, что процесс пошел, что можно делать уже какие-то более сложные изделия, и уже перешли на такие вот декоративные. Здесь пример вариантов елецкого кружева. Одна из особенностей этого кружева — это симметричность. Обратите внимание, что практически полный, это ведь не фабричный кружево, оно полностью сделано руками. Абсолютная симметрия самих узоров, насколько одинаково они выполнены. Либо полет фантазии, когда заплетаются целые полотна, они симметричные, с какими-то вазонами, букетами, вот этими прекрасными вариантами змейка, льющийся, тоже один из отличительных особенностей этого кружева. Расскажи про ладью. Кто не знает, два раза в год проходит выставка народных промыслов, которая называется «Ладья». Она проходит где-то в начале декабря и в марте месяце, то есть зимняя и весенняя. На этой выставке представлены… разные регионы представляют свои народные промыслы. Она очень интересна с точки зрения познавательности, потому что очень красивые вышивки и коми-пермятские, о которых мы еще, кстати, поговорим потом. И оренбургские платки. То есть шикарная совершенно выставка. Обязательно, пожалуйста, посещайте. Это очень интересно. Про елецкое кружево на этой выставке «Ладья». Они всегда стоят очень красивым корнером. Они очень красиво оформляют свой стенд. То есть это и люлька младенческая, кусочек младенческой люльки, которой, понимаете, много нужно, много нужно кружева, потому что это оборки, это большое количество материала. И какие-то палантины для невест. И одежда, крестильная одежда для младенцев. И одежда для женщин тоже из катерти. И вот на одной из выставок была представлена юбка. Юбка. Юбка полностью сделанная из этого кружева, как клюшечного. Юбка от талии в пол. Юбка стоила 285 тысяч рублей. Но, девочки, это юбка мечты. Скажи, сколько мастер ее делала? Сколько она ее ткала? 1356 рабочих часов было потрачено на производство этой юбки. И, собственно говоря, это тоже является одним из определяющих стоимости этих уникальных изделий. То есть стоимость изделия рассчитывается, исходя из количества часов. И если вы посмотрите на сайте, то на многих работах будет подписано количество часов, сколько работница ткала то или иное изделие. Мануфактура открыта, опять же, к работе с дизайнерами. То есть вы можете создать, например, эскиз какого-нибудь бомбера, отправить на фабрику. Отдел дизайнерский рассмотрит, поймет технологию изготовления и сможет реализовать вашу фантазию. То есть, опять же, это может быть все, что угодно. Это может быть и салфетка, это может быть и воротник, и палантин, и какие-то более крупные вещи. Это может быть свадебное платье кому-то вдруг пригодится. Так что имейте в виду, что такие возможности у фабрики есть. История Кадамского вениза появилась благодаря настойчивости Петра I. Собственно, повелевший носить кружево бельгийское и венецианское, Петр I достаточно быстро понял, что казна разорится, учитывая стоимость этих кружев. И в один из монастырей были завезены в качестве учителей вышивальщицы. Вышивальщицы были привезены из Италии. Они достаточно быстро обучили. Из семей крестьянских были отобраны девочки, будущие белошвейки, максимально способные к рукоделию. Они были отобраны достаточно сурово, потому что в тот период никаких профессионально заботливых условий для вышивальщиц не было. Девчонки проводили в келях, в монашеских. Буквально они там жили с утра до вечера и отпускали как юношей на войну в солдатство, так девочек отправляли в монастырь. И они достаточно быстро, конечно, сажали зрение, и с руками были проблемы. То есть нужно понимать, что подобные народные промыслы, они действительно кровью и потом рождены. Почему Кадамский Венис? Потому что так называется населенный пункт. Село Кадам, которое находится в Рязанской области, отсюда от Москвы и до него примерно 400 километров. А Венис, потому что кружево а-ля венецианское. Ну и надо еще отметить, что во времена Петра I ткани для костюмов и для платья закупались в Византии, в Италии, закупались за большие деньги, привозились в Россию и хранились так же, как и золото в казне. Были огромные амбарные книги, которых до сих пор можно в музее увидеть. Например, запись. Отрезали Петя на камзольчик, полтора метра такой-то ткани. И все это в амбарную книгу было записано. Ткани были очень дороги на вес золота практически. И поэтому, да, поэтому, собственно говоря, когда начался такой пик вельможества, решили, что нужно все же как-то что-то делать свое, чтобы было подешевле. Расцвет кружевоплетения можно, конечно, здесь отдать должное госпоже Новосильцеве. То, что я сегодня говорила о личном вкладе практически в каждый народный промысел, если мы будем рассматривать ее историю, есть личный вклад того или иного человека, который позволил этому промыслу развиться и достичь определенных высот. Новосильцева собирала кружева с близлежащих деревень, отбирала самые талантливые, самые сложные работы. И уже было организовано от частных, маленьких каких-то, где там на один-два дома. Нужно понимать, как начиналось вообще кружевоплетение, и как начинается народное творчество, как оно превращается уже в какое-то производство. Сначала это на дому. Один, два, три человека собираются, вот что-то плетут, отвозят, либо по заказу плетут, либо просто отвозят на ярмарку, продают. Потом этих мастеров объединяют в небольшие артели. По три, четыре, пять человек. Десять. И потом уже они объединяются в фабрики. Такие фабрики имеют возможность уже участвовать в выставках, получать какие-то государственные гранты, субсидию и заказывать. Основной вопрос. В любом производстве это сырье, заказывать сырье по более выгодным ценам и покупать более тонкие нити и лучшего качества. Сейчас в Кадаме, ну, собственно говоря, что не подворье, то мастерская. Поэтому там нет такого глобального предприятия. Есть одна мануфактура достаточно, но нельзя сказать, что она крупная, но в основном там есть еще тоже мелкие мануфактуры, работающие в одной вот этой старинной технике, и все это называется Кадамский венис. Я могу сказать, что история с Кадамским венисом возможна, учитывая сумасшедшую красоту этого кружева. Остаться равнодушным невозможно. Когда вы берете его в руки, это тончайше, словно паутинка изделия. И с 92-го года фабрика называется Т.О. Кадамский венис, ныне кооператив. Эта фабрика продолжает работать и развиваться. Также принимает частные заказы. Но поверьте, ассортимент кружева фабричного, что лентами, что в изделиями, он настолько велик. Кворотниками, да? Ну, там сумасшедшие. Ты просто приезжаешь и пропадаешь. Желательно деньги оставить на другом счету, потому что можно выйти боссом и ногим. И здесь можно работать с этой фабрикой как с готовыми изделиями. Они стопроцентно адаптированы для наших сегодняшней потребностей. Они безумно красивые. Будь то рубашка для крещения или какая-нибудь скатерть или одежда. Так и можно, опять же, выполнить свой заказ. Но ваш заказ будет очень, скажем так, небюджетным. Об этом нужно понимать. Не надо этого бояться, потому что любая уникальность, любая кастомизация, конечно, это дорого. Но это настолько подчеркнет и вашу индивидуальность, и индивидуальность вашего заказчика. И позволит почувствовать ему себе тем самым уникальным, любимым и единственным. Поэтому не надо принимать за своих заказчиков решение, дорого это или дешево. Просто попробуйте. Как происходит самая работа над кружевом? И чем отличие, когда видят кадамский винис, то многие думают, что это как люшечное кружево. Но чем-то это похоже историю на строчевую вышивку. Когда берется полотно, из него также вынимаются, вырезаются нити, и они прошиваются сверху, но прошиваются не на машинке, не строчкой, а прошиваются вот так вот иголочкой вручную. Для основы берется тончайшее полотно батистового типа. И здесь уже счет идет не на нитки, потому что это нереально просто ниточки пересчитать, а идет именно расположение, видите, такое более вольное расположение узора. То есть запоминаем отличие. Если крестецкая строчка – это все-таки льняные и хлопчатобумажные ткани, то кадамский винис – это более изысканный текстиль, это батисты, это шифоны, это тончайшие ткани. Смесово тоже полотна в том числе. Собственно, да, то, о чем мы говорили, что отличает очень большая трудоемкость, и видите, вот какие полупрозрачные, совершенно нежнейшие, кружева тончайшие делают на фабрике. И вот что касается времени. На ручную вышивку одной небольшой салфетки уходит до 600 часов работы. 600 часов работы. Это вот просто сидеть и вышивать. Поделите 600 на 8. Сколько получится? Сколько дней? Переведем в дни. Иконы до 1000 часов. Вышивка скатертей и столешниц сложных панно может занять до 3000 часов. Ну вот год практически. Год вышивала скатерть. Это пользуется большой популярностью. Они и сами, и как бы и сама мануфактура продает, и есть магазины, которые закупают. Они экспортируют очень много, до сих пор продолжают экспортировать. Да, да, да. Испания, Великобритания, Франция. Это экспорт. Кружева Кадамского Вениза есть во многих музеях, где представлены в Брюссельске кружева. Кадамский Вениз занимает не последнее место. И что касается таких изделий, конечно, это те изделия, которые передаются по наследству. Это прекрасный подарок, который очень значительный, который может быть от взрослого поколения детям передан, ну и использован в декоративном украшении дома. Вот еще один пример изделий. Столешник Мираж, 74 на 164 сантиметра, маркизет, шелковая нить, ручная работа, 2612 часов. Для понимания, сколько времени на это требуется. 2612 часов в днях. 326. Почти год, да. Календарный. Это больше, чем рабочий год. Хочу отдать должное дизайнерам Кадамского Вениза. Они осваивают вот такие новые для себя формы, абажуры кружевные и различные саше для вот такого обывательского уже потребления, если очень хочется, но на большую скорость пока возможности нет, хотя бы саше. Кайтакская вышивка. Кайтакская вышивка. Мы с Натальей Михайловной были в Дагестане, были в этом прекрасном дагестанском селе Маджалис, где, собственно говоря, что это село является родоначальником вот этой кайтакской вышивки. Я не помню, к сожалению, как зовут руководительницу этнического центра, но она большая молодец, она возродила эту вышивку из ничего практически. Тоже были собраны несколько мастериц. Была организована школа и маленьким деткам, девочкам преподавались навыки вот этой вот вышивки в прикреп. Что касается самой вышивки, я всегда, мне очень интересен символизм вышивки, то есть что заложено, как в качестве, так и здесь. Нет каких-то таких общепринятых узоров и орнаментов. Каждый мастерица в тот узор, который она вышивает, закладывает свой смысл. Кайтакская вышивка — это оберег, который ткется на рождение ребенка, сопровождает его всю жизнь в самых ответственных ситуациях. И почему так мало до нас дошло оригинальных вышивок? Дело в том, что по факту смерти тело человека заворачивается в то самое полотно, в котором он пришел в этот мир и хоронится. Это та вышивка, которая действительно сопровождает… Я рассказываю, мне мурашки. Которая сопровождает человека всю его жизнь. Основа гладь в прикреп. Буквально пару слов, чтобы рассказать вам, как это делается. Протягивается вот такая длинная-длинная ниточка. Такие нити нанизываются гладью. За исключением каких-то пространств, где вышивки быть не должно. Там нитка проходит сзади. А потом по всей вот этой ширине вышивки идет как раз прикреп. Гладь в прикреп. На самом деле эта вышивка распространена в разных регионах. Но вот такое оформление она получила только в Дагестане. И надо отметить, что мастерицы не делают предварительного эскиза. То есть мастерица берет полотно, и начинает вышивать. Вот как рука легла, вот куда иголка повела, так у нее это и получается. У нас была где-то, я не помню, здесь есть или нету этой фотографии, лошадь с тремя ногами. И мы такие спросили, а не доделали работу? Она говорит, нет, просто я так увидела. Такой был художественный замысел. Ну вот полистаем дальше, посмотрим, вошла ли эта фотография. Вот здесь, вот видите, вот эта нога, мы такие, это не дошито, нет? Это тоже. Причем этот, такой вот прием, он характерен и для русской вышивки крестом. Если мастерица в процессе, если вы пойдете, обязательно сходите в музей декоративно-прикладного творчества на делегатской и посмотрите те вышивки, которые выложены в столах. Вы увидите, что на некоторых вышивках, ну вот конь, например, коней и ноги, туловища нет. Такие так, а где вообще всадник? Или наоборот, есть всадник с какой-то странной головой, которая уехала на шею у него в сторону. Это не какой-то дефект всадника, это просто вышивальщица решила, что орнаментальный образ, как он видится целиком, будет органичнее выглядеть, если всадник будет именно таким. В данном случае здесь осталась нога, где-то, видите, у всадника вот из руки расцвел цветок, это все смысловая нагрузка мастера, она пожелала, чтобы такие вот были животворящие руки у этих всадников. Можно, пожалуйста, следующий кадр. Крупным планом вышивка, различные символы, которые мастерицы здесь используют, конечно, вы видите символ круга, символ солнца, плодородия, этот символ также вот буквально через века, через столетия проходит через все народные вышивки. Это то, что остается, квадрат, как символ плодородия. То есть вот такие вот принципы и символические, геометрические фигуры, они остаются. Но вот что зашифровало мастер в конкретном, каждом взятом узоре, это может рассказать вам только она. Можно следующий. Вот, собственно, Анна Ярославовна, фотография в школе кайтакской вышивки. И та самая прекрасная мастерица, которая ведет занятия, учит юных девочек и мальчишки даже есть, кто занимается в этой школе, передает свое искусство. Анна Ярославовна не удержалась и привезла в Москву несколько вышивок. Я купила две вышивки. Одна, вот это специальный такой оберег для бизнеса. Я оформила все это в мастерской, в красивые рамы. И одна вышивка у меня висит в нашей мастерской, а вторая вышивка висит у меня дома. Оберег для дома. Так, можно передать? Да. Друзья, у нас мало времени очень осталось, поэтому мы будем сейчас ускоряться. Постараемся ускоряться. Постараемся. Мы не уходим далеко из Дагестана, и наше путешествие продолжает кубачинская вышивка. Вы знаете, что кубачи известны, ремесленники кубачи известны своими коваными изделиями. Роскошные ювелирные изделия, кубачинские сосуды, кубачинские ножи, все это. Сабли, да, кубачинские очень славятся. Но если мужчины занимаются чеканкой, отливкой оружия и же с ним, то чем занимаются девушками? Они делают вот такие замечательные золотые вышивки. Невеста кубачинская выбиралась не только за свою стать, за свои какие-то внешние данные по роду, но и за то, как хорошо она могла сделать вышивку. Потому что, конечно, это был тоже доход семьи. Можно следующий слайд? Я дополню. Собственно говоря, когда рождается в семье девочка, для нее сразу начинают вышивать вот этот платок, который она будет носить, потом и дальше, он называется казы. И он вышивается как раз до момента ее замужества. И момент замужества очень интересный такой обычай. Желая выяснить, не безответна ли любовь, юноша кидал в окно возлюбленной шапку. Если любимая выкидывала шапку пустой или не выкидывала вовсе, значит ответ отрицательный. Если она вкладывала вышитый собственноручно платок в эту шапку, значит чувства были взаимны. Здесь вы видите один из архаичных, наиболее таких старых вариантов вышивки, когда видите строчка, чем-то она похожа на вышивку крестом. Вышивка крестом появилась первой. Уже позже появились вот такие свободные формы. И обратите внимание, какими мелкими стежками заткан фон. Сама вышивка делается тоже на тончайших полотнах батиста. Очень тонкие шелка. И мы понимаем, что это вышивка металлизированной ниткой, то есть это не текстильная нить, это ниточка в оплетке из тончайшей проволочки металлической. Так как эта нить, конечно, не может проникать через ткань насквозь, иначе она нарушит все-таки металлизированная нить, она достаточно толстая, то вышивка осуществляется нитью в прикреп. Фактически выкладывается вот так вот волнообразно или языкзообразно узор, орнамент, и прикрепляется к полотну тончайшей шелковой нитью в цвет полотна либо в цвет нити. Никаких больших специализированных мануфактур там нету, то есть каждый двор, каждая женщина это, собственно говоря, мастерица, которая производит на свет потом вот такое уникальное изделие. Причем, как говорила мастер, что если супруг делает чеканку, то какой узор, какого типа узора он использует в своих работах с металлом, похожий узор, ну, признаком хорошего тона считается, что похожий узор его супруга будет использовать в своей вышивке. Такие вышивки украшают платы. Ну, в принципе, предназначение вышивки в одежде, оно изначально было охранным. Вышивка у нас располагается на воротнике, на манжетах, на застежке, на подоле, на поясе. То есть все те места, через которые, не дай бог, какая-нибудь злая сила может проникнуть к нашему бренному организму. Соответственно, вышивка кубочин несет, безусловно, тоже смысловую нагрузку обережную. Она вручается девочке в момент рождения, как Анна Ярославовна говорила, на свадьбу вышиваются отдельные обережные предметы для того, чтобы жизнь девушки была счастливой и безоблачной. еще одна златошивейную работа. Мы можем говорить очень долго. Грустно мы вздохнули, потому что... Потому что мы выбились из тайминга, да, и мы, наверное... Но вздохнули грустно не только потому, потому что поездка в Торжок вызвала, вы знаете, такое очень двоякое ощущение. насколько сложные, очень красивые, очень тонкие работы были в начале века, настолько... Ну, началась с чего буквально пару слов. Конечно, вышивка началась с икон. Византийские иконы, которые к нам приезжали, первые иконы были вышитыми. Это были вышитые платы, это были вышитые наподобие таких ладанок, различные аксессуары для священного облачения, обложки для книг. Все это было расшито. И позже появились уже вышитые такие крупные большие иконы. И, собственно, от иконографии получила свое распространение вышивка Торжка. Можно следующий слайд? Перейду сразу к 20 веку. Торжок остается единственным, задумайтесь об этом, русским городом, сохранивший традиции древнерусского золотошвейного золотого шитья. Дело это было очень дорогостоящее, потому что это была действительно тонкая золотая нить. Там, где победнее, использовали медную, но выглядела она совершенно не так, медь темнела. И само сырье стоило очень дорого. Кроме того, что мастерицы достаточно много времени вкладывали в процесс изготовления, первоначально иконами и жили золотошейные мастерские. Однажды есть такая легенда, не легенда, не знаю, насколько это правда. Однажды Екатерине было преподнесено в подарок совершенно уникальное, расшитое золотой нитью платье. И настолько оно понравилось Екатерине, что она велела привезти и показать ей мастерицу. Когда перед ее очами предстала мастерица, она была весьма некрасивая, чахлая девушка, маленькая, худенькая, Екатерина была возмущена и сказала «Красивые вещи должны делать красивые люди». И в Торжок был отправлен полк драгунов для того, чтобы там были красивые люди. Для повышения генофонда. Для улучшения генофонда. Собственно, Торжок располагается как раз на пути из Питера в Москву. Это большой торговый путь. И достаточно дорогие путешественники, имеющие много средств, уездили по этой дороге, возможно. Поэтому золотошвейные мастерские в Торжке и дошли до наших дней. Можно следующий слайд? Посмотрите, как сложно организована сама вышивка. Чем-то похожа на ту самую дагестанскую вышивку в прикреп. Смотрите, здесь также у нас пролегает нить. Она не проходит насквозь. Она также зашивается в прикреп, но сам прикреп образует уже рисунок. И таких видов рисунков, вот посмотрите даже на этом цветке, 1, 2, 3, 4, 5, ну и 6 здесь мелкий. То есть уже 6 видов прикрепа, 6 видов орнамента образуют сам рисунок вышивки. Такая сложная вышивка сохранялась и сложный тип, и тонкий тип вышивки сохранялась с годов до 60-х. В 70-х годах происходит, можно следующий слайд? Вот это еще варианты, видите, вот облака как раз на иконе и направление нити задает направление рисунка подобно карандашной штриховке. Можно следующий. Вот такое очень сложное дерево. Насколько я помню, это 1983 год работы. Это большая картина дерева жизни, которая висит у них там в музее в Торжокском. Музей, который находится при мануфактуре. Два слова еще быстренько скажу. Сейчас мануфактура в общем не про дизайн совсем. Безусловно, у них есть магазин, в котором продаются вещи, мягко сказать, непотребного вида и качества. Я часа полтора ходила. Я же должна что-то привезти, Старшка. А вообще мануфактура собственно говоря живет на государственных заказах. Они вышивают лацканы, пиджаков, манжеты, погоны, для всевозможных служб, в костюмах которых должна присутствовать такая вышивка. Я хочу, что если сравнить работы сталинского периода, те же самые с серпами, с молотами, со звездами, мы понимаем, что тогда еще были живы те самые старые мастерицы. Сейчас, если вы зайдете в художественное училище Торжка, там очень мало девочек учатся. Те работы акварельные и графические, которые выставлены на стендах, перспектива там просто вышла куда-то в окна. 15 человек приходят на обучение, дай бог, 9 заканчивают и становятся мастерами. Можно следующее. Вот это, друзья мои, то, что выставлено в магазине. Вы можете цену посмотреть. Вышит это типа люрекса что-то такое. Вообще никак. Это Торжок сейчас. Почему я вышла просто плача, видя, какие работы были до и какие после. Одними медалями этажок мы не спасем. Что-то с этим надо делать. Промысел умирает. Можно следующий слайд. Но мы уже не успеваем совсем, поэтому я предлагаю закончить. пять минут буквально. Дашь нам пять минут? Фотографии. Дашь? Спасибо. Дадите нам пять минут еще. Мы покажем хотя бы фотографии. Мы хотя бы покажем картинки. Это бисерная вышивка малочисленных народов Крайнего Севера. Мне удалось побывать на Камчатке на совершенно уникальном фестивале, на который приезжают люди даже с Командорских островов. Там всего 800 жителей живут. Это очень-очень далеко. И люди привозят. Они приезжают нарядные. Они привозят какие-то свои работы. И это такие же люди, как мы с вами. И это о них используется в быту. То есть раньше исторически так сложилось, что вместо бисер делали из рыбьих костей. Сейчас, конечно же, ввиду близости Японии, это японский бисер, калиброванный, очень красивый. И тем не менее, люди ходят в народной, в национальной одежде на мужчине так называемая кухлянка. Это делается местным наречием, это называется равдуга. вообще это замша, то есть это выворотная сторона. И, естественно, одежда украшается тоже всякими различными вышивками. Опять же, очень большое количество всяких разных кругов, которые имитируют. И цветы, которые в тундре совершенно потрясающие. И солнце, как оберег, как символ жизни. Все. Можно хотя бы пару... стойте, 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 остановитесь. Обратите внимание, я сегодня говорила про круги и волны. Вот те самые... Солнышко мало же. Солнышко мало. И вот это сочетание яркого кораллового оттенка с такой небесным лазоревым, а такого цвета неба в тундре, когда оно высокое, конечно, колористика просто поражает. Можно следующий слайд? Различные варианты подвесов. Обратите внимание, что каждая мастерица, вот мы предыдущие видели, свой характер. Здесь более ажурные работы, сплетенные с нитями. Некоторые нити заплетаются, и мастерица, которая плетет эту нить, она шепчет свой какой-то заговор на эту нить, потому что, в принципе, история с плетением это такая непростая. Опять же, учитывая тяжелейшие климатические условия, в которых живут эти люди, и совершенно иного качества жилища, то есть люди, которые занимаются оленеводством, например, или промыслом рыбы, они не имеют возможности украшать свое жилище, но они имеют возможность украшать свои костюмы. Естественно, каждая одежда, конечно же, она уникальна, конечно же, это специальные тоже обереги, символы, которые позволяют человеку, в общем, как-то целостно существовать. И кухлянки, кухлянки, вот эти вот, они бывают, как бы, и на каждый день, так еще изготавливается одна специальная кухлянка на погребение. Это у каждого национального жителя. Ну и, конечно, такие вещи, это богатство, это наследство, и девочка готовит свое наследство с юности, с молодых лет, мать ее обучает, и как история с дагестанскими женщинами, когда вы видите некоторые народности, украшенные, манистые, богатые, реномитированные одежды, не просто так, потому что вот в чем она есть в случае конфликтов, в том она встала и пошла, как говорит наша коллега. еще, что у жителей Крайнего Севера крайне невысокая степень дожития, то есть 38 лет. Они очень недолго, к сожалению, живут. Опять же, мы сошлемся на климатические условия, на тяжелейшие условия выживания, но промыслы, как таковые, вот эти вот вышивки, они совершенно потрясающие. В них столько солнца, в них столько энергии, в них столько добра и любви, и вообще там другие люди. Ну, мы просим прощения, что мы так долго. Я надеюсь, что мы были полезны, и вам все понравилось. Что касается статистики, здесь вот то, о чем мы говорили, это факты зафиксированные, и очень серьезная проблема это деградация художественного уровня выпускаемой, то, что мы увидели в Торжке. Дорогие мои, я вас прошу, молю и заклинаю, обращайтесь к мастерам, заказывайте им работы, мастера этим живут. Промысел жив тогда, когда он нужен. Когда он не нужен, мы наблюдаем, ну, то, что наблюдаем периодически, не будем о грустном. Мы благодарим вас сегодня за то, что вы пришли, спасибо вам большое, и обещаем, что следующая часть наших путешествий будет не менее интересна. Только нам надо тайминг. Спасибо большое.